Длинная крепость. Вот послушайте, что произошло в Керченской степи много лет тому назад. Уже тогда Крым славился своей пшеницей. За хорошей и дешевой крымской пшеницей приезжали из Великой Руси и из далеких заморских стран. Однажды на Крымском полуострове появился купец по прозвищу Золотой Слон. Не напрасно. Видать, люди купца так прозвали. Сам он был роста громадного. Руки и ноги толстые. Как у слона. А нос длинный. Словно хобот. Сундуки его были набиты золотом. Накопленным за долгие годы стяжательств. Походил Золотой Слон по степи. Посмотрел, как люди живут. Послушал. Что говорят. И начал на мысе Казантип какое-то здание строить. Тысяча бедняков работала на каменоломнях. Другая тысяча подвозила камни к месту стройки. А еще одна тысяча укладывала эти камни в стены. Здание росло изо дня в день и, наконец, стало таким огромным, что люди удивлялись. Зачем? Мол, купцу такое большое? Такое длинное? Зачем высокие стены и башни с бойницами? От кого обороняться задумал? Жить здесь буду. Торговать буду. Помещение большое надо. Отвечал купец любопытным. А что стены высокие да башни грозные, люблю спать спокойно. Когда крепость, которую люди прозвали Длинную, была, наконец, построена. Золотой Слон нанял вооруженную охрану и начал свозить туда зерно. Он скупал его у местных жителей за небольшие деньги. А часто выманивал и без денег. Он дрожал над каждой копейкой. Над каждым зернышком. Шли годы. Амбары Длинной крепости уже были наполнены миллионами четвертей хорошо высушенной пшеницы. А жадный купец все покупал ее и покупал. Хлеб повышался в цене. Однажды по Крыму странствовал какой-то путешественник. Шел он. Говорят. Из Великой Руси. С северной страны. В Индию. Южную страну. Повстречал он у Длинной крепости Золотого Слона и спрашивает. Правда ли? Что это сооружение наполнено потом народным со слезами пополам? А? Странник Божий. Смиренно отвечал купец. Народ любит слухи разные распускать. А ты спроси. Обидел ли я кого-либо? Отнял ли у кого что-нибудь? Нет. Люди сами мне несут. Но зачем тебе столько? Торговать буду. На то я и купец. Недоброе дело ты. Видать. Задумал. Покачал головой путешественник. Смотри. Как бы не просчитался. И вот наступил неурожайный год. Которого с нетерпением ждал Золотой Слон. В выгоревшей Крымской степи, ни одной копной пшеницы. Ни одного стога сена. Звери уходили в другие края. Птицы со зловещими криками улетали. Ревели домашние животные. А люди с надеждой обращали свои взоры к замку купца и говорили. Он не даст погибнуть с голоду нам и детям нашим. А Золотой Слон. Усилив вооруженную охрану. Поджидал уже покупателей. Прежде всех к нему обратились горожане. Он назначил неслыханно высокую цену. По 50 червонцев за четверть. С проклятием платили горожане такие бешеные деньги. Затем к купцу приехали заморские торговые люди. А в заключение начали являться бедные хлебопашцы. У которых Золотой Слон когда-то выманивал мешок пшеницы за пучок вяленой рыбы. Люди. Не имевшие денег. Умоляли богача одолжить им хоть по одной четверти зерна с тем. Что они в будущем привезут ему по 10 четвертей. Спасибо вам. Нагло отвечал купец. Не для того я 10 лет собирал зерно. Чтобы на зерно его выменивать. Давайте червонцы. Все больше и больше становилось голодающих. Все чаще и чаще они обращались к Золотому Слону с просьбой дать им хлеба. Но неумолим был купец. И люди сотнями гибли здесь же. У длинной крепости. За стенами которой лежало столько хлеба. Что его хватило бы прокормить целые города и страны. К тому времени возвращался из далеких стран русский путешественник. Увидел он сожженную солнцем степь. Увидел тысячные толпы у стен крепости и все понял. И решил он помочь несчастным труженикам. Которые умирали от голода. Но не смели взять хлеб. Лежавший рядом. Люди. Громко сказал путешественник. Взобравшись на камень. Подумайте. Кого вы просите? Кого умоляете? Разве вы не знаете золотого слона? Да ведь он всю свою жизнь готовился к этому злодеянию. Не даст он вам хлеба. Не ждите и не надейтесь. А пока у вас есть еще силы, берите хлеб силой. Он ваш. Этот хлеб. Вы взрастили его своими руками. Берите же. Не бойтесь. Вас много. А он один. Правда твоя. Человек хороший. Прокатилась по степи. И хлынули на длинную крепость толпы голодных. Не выдержали толстые стены. Не помогли высокие башни с бойницами. Стража. Побросав оружие. В страхе разбежалась. А золотой слон хотел спрятаться от народной мести. Зарылся с головой в пшеницу, да там и задохнулся. На том месте, где была длинная крепость, остались только развалины, которые свидетельствуют о балчности человеческой и о великих силах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова